Владимир Путин подписал сегодня закон, который предоставляет авиакомпаниям право продавать билеты по невозвратным тарифам. Стоимость билета в случае отказа пассажира от перевозки не возвращается. Эксперты говорят, закон создаст равные конкурентные условия для российских и иностранных перевозчиков, а также откроет небо для отечественных лоукостеров. В частности, документ может серьезно ускорить создание бюджетного перевозчика аэрофлота Добролёт и заметно снизит стоимость авиабилетов. Уже только этот шаг позволит как минимум снизить стоимость авиабилетов процентов на 10, а это уже немало. В комплексе с другими мерами, которые нужно предпринимать и на законодательном уровне, и на уровне создания более благоприятных экономических условий для авиакомпаний, в первую очередь шаги со стороны государства, авиакомпании смогут снизить стоимость авиабилетов процентов на 30-40. То есть я имею в виду, конечно же, бюджетные авиакомпании. И сегодня же президент России подписал закон, который позволяет российским авиакомпаниям брать на работу иностранных пилотов. Документ был разработан в Министерстве транспорта после авиакатастрофы в Казани. Одной из главных версий трагедии уже в первые дни стала ошибка экипажа. Пилоты борта Boeing 737 раньше летали в авиакомпании Татарстан в качестве штурмана и бортинженера на Ту-154М. И как действовать в экстренной ситуации, могли просто не знать. Эксперты в ответ на это заговорили об острой нехватке квалифицированных кадров, которую можно было бы решить с помощью привлечения иностранных специалистов.